В эфире Омск ТВ новости смотрите сегодня. За неделю до старта омские паралимпийцы перед играми в Токио отправились во Владивосток. Жизнь под прицелом из-за чего в Омске обстреляли приют для бездомных собак и кто понесет наказание. Не доехать, не дойти, почему жители большеречия оказались отрезаны от областного центра. Сделай свой выбор, омичей просят проголосовать за микротерритории для благоустройства. Шансы омских спортсменов-паралимпийцев завоевать для сборной России медали, в том числе и высшие пробы, достаточно высокие. В понедельник омичи в составе национальной команды вылетели во Владивосток, чтобы успеть акклиматизироваться и привыкнуть к новому времени перед началом паралимпиады в Токио, старт которой будет до 24 августа. Омск представляет на соревновании сразу шесть спортсменов. Пловцы Елизавета Сидоренко, Вероника Мичиинова, Александр Работницкий, легкая атлетика, Оксана Березовская, стрельба и фехтовальщики Александр Кузюков и Юлия Майя. О том, как готовились омичи к предстоящим паралимпийским играм, рассказали на пресс-конференции. По словам министра спорта Дмитрия Крикорьянца, благодаря федеральному финансированию в рамках проекта «Спорт. Норма жизни» для тренировок спортсменов закупили новое дорогостоящее оборудование и экипировку. Коляски для фехтовальщиков, оружие для стрелков и велосипед для велогонщика, который должен был стать седьмым спортсменом, выступающим на паралимпиаде Томской области. Однако ему попасть в Токио не удастся. Дисциплина, в которой должен был выступать спортсмен Иван Ермаков, не была включена в игры. Мы готовим спортсменов к уровню сборной. Естественно, нам нужно помогать, чтобы этот уровень подготовки сохранялся здесь, в регионе, чтобы спортсмены не уезжали, во-первых. Во-вторых, просто как бы все в Москву съедутся и все. И на этом жизнь вся у нас закончится. Правильно? Также в любой другой отрасли. Все равно задача федерации – децентрализация, то есть давать возможность регионам все-таки развиваться. Полиция расследует ЧП в приюте для бездомных животных. Кто-то устроил стрельбу по собакам и сотрудникам приюта. В качестве пуль пока использовались пейнтбольные шарики. Однако и они могут причинить серьезные травмы, если, например, попадут в глаза. О стрельбе по живым мишеням рассказали шокированные волонтеры приюта «Дорога в новую жизнь» в своем инстаграме. После обстрела два дня затишье. Руководитель Омского приюта для бездомных собак рассказала, как развивается война с соседями – частным пейнтбольным клубом. По словам основателя, Наталья Игучина и пейнтбольный клуб не рад 150 собакам, спасенным из клеток бывшего автохозяйства, а теперь муниципального приюта для бездомных животных. Видимо, стрельбой хотят заставить зоозащитников освободить участок земли, который они арендуют у ДСАФа. Думаем, что эта стрельба началась специально. Ну, по крайней мере, снаряды долетают. Попали в собаку нашу, в Сережу, в лапу. Он сейчас хромает. Лени наши в голову попали. Шарики все. Активисты подали заявление в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Впрочем, пока, рассказывает Наталья, в приюте все спокойно. Однако проблема остается. У приюта закончился договор аренды, а съезжать им пока некуда. Все попытки найти подходящую территорию для 150 собак, большая часть из которых инвалиды, пока не увенчались успехом. После обстрела приюта на место был вызван участковый, который, по словам Натальи, им посоветовал сходить и конструктивно поговорить с игроками в пинтбол. Впрочем, переговоры волонтеры не считают выходом из ситуации. Единственное спасение, по их мнению, найти новое место для приюта. Активисты просят помощи в поисках такой территории у неравнодушных и мячей. Они опасаются, что такое соседство может в дальнейшем закончиться трагедией. В мэрии прокомментировали падение металлической конструкции на подростка. ЧП произошло на выходных в парке «Трехсотлетие Омска». На аллее профсоюзов подросток сломал и уронил на себя массивную конструкцию с названием аллеи. Как уверяют в администрации, во всем виноваты охотники за цветметом. В ходе проверки специалисты ведомства выяснили, что металлические элементы арки кто-то подпилил, возможно, чтобы сдать опоры на металлолом. После того, как подросток решил использовать конструкцию в качестве турникам, на видео с камер наблюдения видно, как он несколько раз потянулся на импровизированном перекладине, металлическая вывеска рухнула на голову подростка. Сотрудники парка оперативно отреагировали на сообщения об инциденте, ограничили доступ к разрушенной конструкции. За какой-либо помощью к сотрудникам парка подросток не обращался. Обращаем внимание, что в ходе осмотра выявлено, что опоры металлической конструкции были подпилены, что и привело впоследствии к обрушению. Несмотря на разбитую в кровь голову, госпитализация пострадавшему подростку не понадобилась. Прокуратура сейчас разбирается в деталях инцидента. В мэрии инициировали собственную проверку. Впрочем, в администрации уже сообщают, что работники парка ежедневно осуществляют обход и осмотр территории. Роскошь передвижения. Жители Большереченского района в панике. Единственный пассажирский перевозчик с понедельника закрыл практически все рейсы из райцентра до многих населенных пунктов с формулировкой на неопределенный срок. О транспортной проблеме жители Большеречен написали в соцсетях, отметив, что, по сути, оказались отрезанными от цивилизации. СОС. Жители Омской области остались оторваны от цивилизации. Многие работают в районе. Учителя к детям приезжают в школу сегодня. Автобус уже не пришел. Пожилые жители не смогли попасть на прием в больницу. Кто-то на работу. Жители не смогли поехать, чтобы собрать детей в школу. Не у всех есть роскошь передвижения в виде машины. Как же теперь быть? Перевозчик, комментируя ситуацию, информагентству Супер Омск отметил, что принял решение закрыть маршруты из-за того, что контракт на муниципальной перевозке с района администрации закончился в понедельник, 16 августа. Новый договор никто не заключал из-за отсутствия финансирования. В региональном министерстве строительства и транспорта, который курирует вопрос муниципальных пассажироперевозок, также прокомментировали ситуацию. Ведомстве рассказали, что в феврале 2021 года Большереченскому муниципальному району Омской области выделили субсидии для организации пассажирских перевозок в сумме более 9 миллионов рублей на весь календарный год. Однако этих средств оказалось недостаточно. Муниципальное образование заявилось на отбор для получения дополнительных средств на эти цели. У нас заявляется район на предоставление субсидий муниципальным образованием. То есть вот 9,280 мы отдали Большеречью. Сколько они отдавали перевозчикам, это уже их полномочия. Но у нас, так как нам выделили дополнительные средства, еще, и мы, соответственно, еще раз проходил у нас отбор. Сейчас этот отбор составили нормативно правоакт, он находится на согласовании, соответственно, в Минфине и так далее, в структурах во всех. Там, в Большереченском районе, еще дополнительно выделяется полтора миллиона рублей. Омск стал одним из 17 российских городов, где впервые нарушителей правил дорожного движения теперь будут ловить с помощью дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны. В первую очередь беспилотники применяются на аварийно-опасных участках магистрали, где отсутствуют комплексы фото-видео фиксации нарушений. Информацию о правонарушениях дрон передает наряду ДПС, который дежурит в этом секторе. Инспекторы оценивают характер и тяжесть нарушений и привлекают водителя к ответственности. Именно на автодороге Тюмень-Омск в текущем году уже зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек погибли и 44 получили травмы различной степени тяжести. Основные нарушения, которые допускают водители именно в ДТП, которые с тяжкими последствиями, это выезд на полосу встречного движения. Не всегда в условиях реального времени, когда сотрудник несет службу на определенном посту, можно выявить и пресечь такое нарушение. А вот использование беспилотного летательного аппарата – это очень эффективная мера. В текущем году уже трижды данный беспилотный летательный аппарат использовался, и 176 нарушений пресечено. Оповещение участников дорожного движения об осуществлении контроля беспилотниками осуществляется через СМИ. Эффективность применения беспилотников на омских дорогах в полной мере еще предстоит оценить. Известно, что в Краснодарском крае на участках федеральных трасс, где баражировали дроны, за год не произошло ни одного ДТП из-за выезда на встречку. Омская прокуратура займется проверкой парка Птичья гавань. Специалисты обследуют территорию Левобережья на предмет соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды. Напомним, ранее в парке объявили режим локальной ЧАЭС из-за разрушения очистных сооружений. По мнению экспертов, это может повлечь за собой неприятные последствия. Ремонт системы водоотведения уже запланирован. Его проведут в течение двух недель. Для этого необходимо будет перекрыть одну из аллей. Сообщается, что весь парк закрывать для посетителей не будут. Прокуратурой будет дана правовая оценка действий полномоченных должностных лиц по содержанию очистных сооружений, а также обеспечению их безопасной эксплуатации. Если найдутся основания, применят меры прокурорского реагирования. В Омске построят новый парк развлечений на территории Зеленого острова. Частный инвестор планирует установить здесь не только колесо обозрения, но и 16 аттракционов, что обойдется в 387 миллионов рублей. Колесо обозрения высотой 65 метров привезут в Омск уже в сентябре. Полностью собрать и запустить его планируют до конца текущего года. Зону нового развлекательного комплекса планируют выполнить в стилистике Дикого Запада. Об этом сообщает портал НГС-55. Новые аттракционы будут работать практически круглый год. Полностью запустить парк развлечений планируют в мае 2022 года. Стоит отметить, что сейчас на территории Зеленого острова идет первый этап масштабного благоустройства. В парке уже появились новые пешеходные дорожки, а также специальная трасса для велосипедистов. Провести тотальную реконструкцию здесь планируют в течение трех лет. Этот пустырь Натал Алихина получил шанс на преображение. Территория впервые участвует в отборе для благоустройства в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Если пространство наберет большее количество голосов о мечей, здесь появятся новые тротуары, газон, детская площадка, где будет интересно гулять как малышам от трех лет, так и ребятам постарше. Сейчас же на территории частного сектора облагороженных мест для досуга детей нет. Разве что игровой комплекс на территории 119 школы, который официально откроется в сентябре. Его построили на средства гранта. Частный сектор в данное время обделен детскими площадками. На узких улицах и межквартальных проездах невозможно установить детскую площадку. И доступ детей сюда в школу будет свободен. Площадка рассчитана на возраст от 6 до 12 лет. Мы ее уже дарим детям в этом году, будет открытие. И мы сейчас призываем всех проголосовать по программе ФКГС на сайте в народном голосовании, принять участие, чтобы мы смогли на будущий год зайти на пустырь. Сейчас на территории 119 школы заканчивают обустройство детской площадки. Впрочем, ее одной для юных жителей частного сектора Кировского округа будет мало, уверены местные жители. Из 93 городских микротерриторий, что представлены на голосование по федеральной программе, 21 пространство находится именно в Кировском округе. Из них 6 в частном секторе. В мэрии отмечают, на сегодня сделали свой выбор более 16 тысяч человек. Четверть из них отдали предпочтение территориям Кировского округа. Изначально голосовали достаточно активно, сейчас немножко активность сбавилась. И хотелось бы, конечно, обратиться к жителям, что обратите внимание на свои территории. Вы здесь живете, мы знаем, что вы радеете за свои территории. Поэтому зайдите на сайт, примите участие в голосовании, и все вместе мы сделаем наш город Краш. Чтобы проголосовать о мячам, необходимо до конца августа зайти на сайт 55.городсреда.ру или отсканировать QR-код, который вы видите внизу своего экрана, нажать кнопку «Голосовать», затем выбрать лучший объект и авторизоваться через портал госуслуги или по номеру мобильного телефона. Итоги голосования подведут осенью, победить могут 78 из 93 представленных пространств. Затем определяют подрядчиков для выполнения работы, а они, в свою очередь, приступят к благоустройству уже в 2022 году. Оксана Фадина оказалась в числе финансово незаинтересованных кандидатов в Госдуму. Центральный избирком опубликовал доходы всех претендентов на депутатство в российском парламенте. Лидером с внушительным отрывом оказался единорос Игорь Андропенко, за год получивший 38 миллионов рублей. На втором месте Игорь Зуга – 10 миллионов рублей дохода. Замыкает тройку лидеров кандидат от КПРФ в политический тяжеловес Олег Смолин, указавший в декларации около 9 миллионов. Мэр Омска Оксана Фадина, заработав за год 5 миллионов, оказалась на пятом месте. Зарплата депутата Госдумы сейчас составляет 400 тысяч в месяц, за год это 4 миллиона 800 тысяч рублей. Впрочем, среди омских кандидатов есть и такие, кто может существенно повысить свой доход, заняв кресло народного избранника в Госдуме. Самыми финансово скромными оказались представители КПРФ, ЛДПР и Справедливой России. Омский блогер Владимир Лефанте взамыкает финансовый список с годовым доходом в 145 рублей. 25 квадратов на одного мяча. Аналитики агентства РИА Новости составили рейтинг российских городов по объемам ввода жилья на душу населения. Омск оказался в хвосте на 78 месте из 100. За 2020 год в расчете на одного мяча было введено лишь 0,3 квадратных метра жилья. Всего в эксплуатацию ввели 346 тысяч жилых квадратов. По подсчетам экспертов, в среднем на одного жителя Омска приходится 25,7 квадратных метров жилплощади. В самых больших квартирах, где на человека приходится в среднем по 37 квадратов, живут краснодарцы и владикавказцы. А самые стесненные условия по оценкам аналитиков у жителей Кызыла. Всего 15 квадратных метров на душу населения. Выключайте телевизор. Владимир Пресняков все-таки приедет в Омск. Концерт певца, приуроченный к 305 годовщине Омска, состоится. Об этом рассказал его концертный директор. Ранее мэрия Омска расторгла контракт с новосибирцами, которые должны были организовать 8-часовой концерт с выступлением Преснякова из-за того, что региональный оперштаб продлил запрет всех массовых мероприятий до конца августа. Однако контракт был перезаключен, так как концерт вместе с праздничным салютом перенесен на 11 сентября. Впрочем, как пройдет само празднование Дня города в этом году неизвестно, а все будет зависеть от эпидемической обстановки в регионе. Пока из-за высокого распространения коронавируса все массовые мероприятия в регионе запрещены до 1 сентября. Субтитры создавал DimaTorzok